Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! С тех пор, как Юлия Тимошенко, мультимиллиардер, бывшая глава правительства Украины и до недавнего прошлого осужденная за злоупотребление властью снова на свободе, она резко высказывается о России и о Путине. В одном интервью немецкой газете Bildseitung Тимошенко по-настоящему демонизирует президента Путина. И чтобы закрепить его в сознании западного населения, как ужасный призрак, сравнивает его с разжигающим войну террористам. У Путина психические проблемы, так как он утверждает, что на Майдане боролись тяжеловооруженные боевики-террористы. Но именно в этом нет ни малейшего сомнения, о чем свидетельствуют слова различных очевидцев, а также наши пресс-комментарии от 1 и 6 марта этого года с прямой трансляцией. И далее Тимошенко считает, самая большая ошибка, что агрессия Путина в сторону Украины рассматривается как локальный конфликт. Путин затевает мировую войну. Но кто загнал Украину в тиски между ЕС и Россией? Действительно ли Путин привел в движение кризис, в то время как его держали в напряжении на протяжении Олимпийских игр в Сочи? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуться к началу событий. 21 ноября 2013 года украинское правительство принимает решение приостановить подписание соглашения о присоединении к ЕС, но дает указания своим министерствам начать трехсторонние приговоры с участием России и ЕС по вопросам промышленности и торговли. Уже в тот же вечер вспыхивают первые протесты на Майдане, спровоцированные лидерами оппозиции Арсением Яценюком, Виталием Ключко и Олегом Тягнебоком. 24 ноября 2013 года спустя уже три дня предпринимаются попытки к процедуре импичмента против украинского президента Януковича за государственную измену в случае неподписания соглашения. Уже после многочисленных кровавых столкновений 21 февраля 2014 года принимается соглашение между президентом Януковичем и оппозицией, которое также подписали министры иностранных дел Германии, Польши и Франции. Официальное украинское правительство соглашение выполнило, в то время как оппозиция не последовала ни одному пункту соглашения, например, тщательное расследование насильственных действий на Майдане. Уже сейчас мы видим, что еще до соглашения о присоединении Крыма в действии находились дестабилизирующие силы, а не Путин разжигал мировую войну. Это лично подтверждает глава СБУ Александр Якименко. Подготовка к государственному перевороту в Киеве велась уже задолго до того, как радикальные бойцы обучались с этой целью на военных тренировочных базах при проамериканском президенте Ющенко между 2004 и 2010 годах. Все приказы для оппозиции исходили как из американского посольства, так и из представительства ЕС в Киеве. Когда 22 февраля 2014 года украинский президент Виктор Янукович был объявлен недействующим, российское население Крыма выступило против учрежденного вследствие Путча Временного правительства Украины. 16 марта 2014 года 96,77% крымчан проголосовали за присоединение к России. Западные СМИ не признали этот референдум, поскольку он противоречит международному праву. Хотя все происходило в полном соответствии с уставом ООН. В течение нескольких недель после 22 февраля обстановка на Майдане обострилась. Радикалы и финансируемые Западом экстремисты атаковали силы безопасности. Многие из бойцов этих сил погибли. Они были закиданы со стороны мирных демонстрантов бутылками с зажигательными смесями или убиты снайперами. Запад пересылал через дипломатические миссии миллионы долларов наличными в Киев для финансирования переворота. Юлия Тимошенко осмеливается утверждать, что Путин пытается превратить мировой порядок в хаос и рисует карту мира с новыми войнами, массовыми убийствами и кровью. Даже снайпера на Майдане будто бы нанял он и отдавал им приказы. То, что последнее является просто ложью, доказывает публичный телефонный разговор между министром иностранных дел Эстонии поэтом и главой внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон. Из него ясно, что сама оппозиция наняла этих снайперов. Однако давайте еще раз обратим внимание на высказывание экс-главы Службы безопасности Украины Якименко, который был очевидцем того, что много лет назад сотрудники ЦРУ сидели в своих кабинетах, оценивали предоставленные им документы и таким образом долго и тщательно готовили кризис. Все эти факты ясно свидетельствуют о том, что Путин, который в настоящее время демонизируется перед западным миром и обвиняется в эскалации конфликта в Украине, не является инициатором всего этого. Не следует упускать из виду то, что украинский кризис был спланирован и вызван разжигателями войны номер один, США, их вассалами и стоящими за ними силами с целью без Украины Россия больше не является Евразийская империя. Геостратегическая цель Америки была и остается отделение Украины от России, посредством чего Россия деградирует до уровня значительной средней силы, но не мировой, говорит Збигнев-Бжезинский, генеральный спонсор Обамы и один из крупнейших геостратегов, стоящих за экспансивной и агрессивной политикой, Соединенных Штатов. Путин понял этот план. Этого достаточно, чтобы во всем мире подстрекать против него. Но одного они боятся, эти закулисные разжигатели войн. Они боятся людей, которые разгадают их коварные планы о мировом господстве. Они могут подстрекать против одного, но не против миллионов. Давайте позаботимся о том, чтобы миллионы людей узнали об этом и выступили против, прежде чем дело дойдет до мировой войны. Пороховая бочка в Украине – опасная предпосылка для этого. Смотрите нас снова. До следующего раза. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова